Сегодня хотим затронуть такую тему, как для чего нужны вот эти подкасты о истории, которые мы записываем, для чего вообще нам нужна память о прошлом, для чего нам нужно осознание прошлого. Без памяти любой народ уподобляется коллективному слабоумному, который в состоянии деменции не помнит, что с ним было буквально совсем недавно. И это крайне тяжелое болезненное состояние. Чтобы пребывать в здравом рассудке, нам необходимо помнить, кем были наши предки, к чему они стремились, как они отвечали на вопрос, кто они. И в таком случае нам будет легче понимать и сейчас, несмотря на все те изменения, которые произошли за последнее столетие, несмотря на меняющийся мир, понимание прошлого, нам будет помогать сейчас отвечать на вопрос, кто мы и к чему мы стремимся. Понимая наших предков, понимая самих себя, это нам будет позволять самим делать сейчас историю. То есть не быть безучастными, мертвыми, такими, как сказать, зомби или насекомыми, которые ни на что не влияют, а быть реальным субъектом исторического развития. А историческое развитие, оно имеет свои законы и механизмы развития общества. И вот с помощью понимания истории мы четко можем понимать, что происходит сейчас, и как изменить, исправить ту ситуацию, в которую мы сейчас попали. Вся традиционная культура наших предков была основана на ценности свободы, как главной, на ценности достоинства. И это достоинство выражалось в культивации силы духа, физической силы, в стремлении к знаниям и к социальной справедливости. И, конечно же, наши предки культивировали как ценность выживания, сохранение общности, общинной жизни, родовой или земляческой. Когда появился Коста и его окружение, вот эта патриархальная традиционная культура стала естественным путем эволюционировать в национальную культуру. Но, к сожалению, потом появилась советская власть, и все это жесточайшим образом, насильственным путем, все это было вырезано, и была произведена вместо естественной насильственной модернизации. Путем насильственной модернизации, во-первых, народ лишили его традиционной культуры, лишили его веры. А без веры народ превращается в бездушную массу, с которой можно делать, по сути, все, что угодно. И тут мы, конечно, переходим к относительно недавним громким делам, которые взбудоражили общественность. Это переименование улицы Ленина в улицу имени Каурбека Тогузова, и последовавшее за этим дело Батраза Сидамона. Итак, в чем, с нашей точки зрения, в первую очередь с моей личной, в чем главная проблема коммунистической идеологии, которую абсолютно справедливо можно назвать религией? Насколько она деструктивная? Сейчас сами сделайте выводы, исходя из моих слов, то есть исходя из фактов, которые я приведу. Во-первых, начнем с того, что Владимир Путин неоднократно говорил о том, что коммунистическая идеология имеет прямое родство с религией. То есть он говорил о том, что мавзолей Ленина – это прямая аналогия православных мощей. Вы можете это найти в видео в Ютубе, где об этом Путин говорит на камеру. Ну, естественно, мы можем обратить внимание на то, как коммунисты и в советское время, и даже сейчас еще это остается, относятся к своим главным идеологам, к Марксу, Энгерису, Ленину и особенно, конечно, к Сталину. Но это чисто религиозное такое отношение и культ, самый натуральный культ. Тут ничего оскорбительного нет, это сугубо религиоведческий термин, но иначе это просто назвать никакой возможности нет. Ну, в чем моя главная претензия? Ну, помимо самого основного, что я уже назвал, это лишение народа его веры, навязывание безбожия, это, во-первых, тотальный обман, который появился, собственно, с основными тезисами, так называемые апрельские тезисы Ильича, Владимира Ильича Ленина. Он, как вы знаете, пообещал народу, по сути, то, что масса народа хотели услышать. Ну, во-первых, он обещал мир. Как мы помним, тогда шла кровавая Первая мировая война. И, естественно, обескровленные кризисом экономическим, связанные с этой войной, народ действительно жаждал мира. И вот Ленин выдвигает такой тезис. Мир. Также он выдвигает тезис о земле. Земля крестьянам. Только задумайтесь, как это хорошо звучит. То есть, всем, кто работает на земле, земля будет принадлежать им. Естественно, это подразумевалось, что это будет общественная собственность. То есть, там, ну, кооперативы какие-то, там, ну, что-то похожее с тем, что было у крестьян в общинах. Но без власти помещиков. Без власти феодалов и так называемых эксплуататорских классов. И, наконец, вся власть советом. Великий коммунистический тезис. А теперь переходим к тому, что, по сути, дала советская власть. Ну, во-первых, Брестский мир, который был заключен советами. Да, он остановил войну, но каким путем? Ну, во-первых, чуть ли не половина европейской части Российской империи была отдана ее противникам. Но это даже не самое главное. А главное то, что вместо внешней войны была развязана еще более кровавая гражданская война. Продолжением которой стал красный террор и все те прелести сталинской власти. Вместо обещанной общественной собственности на землю и свободной общинной кооперации была наслаждена тотальная государственная собственность на землю и орудие производства. Таким образом, ну, завуалировано, по сути, было возвращено крепостное право, потому что крестьяне были прикреплены колхозом и до 60-х годов даже не имели паспортов и не могли свободно отлучаться от этих колхозов. Ну, насколько насильственно происходило устроение этой системы колхозов, раскулачивание, я думаю, все это прекрасно знают. Ну и переходим, собственно, к власти Советов. Естественно, никакой власти Советов не было, поэтому сам даже термин «советская власть» на самом-то деле лживый. Потому что коммунисты поняли, что если допустить власть Советов, где собираются и однопартийные, то есть разные политические силы, то будет происходить политика этих Советов, явно она могла повернуться не в сторону интересов коммунистов. И поэтому они вместо власти Советов установили жесткую тоталитарную диктатуру одной партии. По сути, даже партократии, ее высшей части, которые уж далеко не были пролетариями. Вот это главные наши претензии к идеологии советской. Но мы можем коротко сказать и о том, что из себя представляли главные кумиры коммунистов. Ну, допустим, Маркс и Энгельс. Есть конкретные цитаты, я могу скинуть конкретные ссылки на произведения в своем канале, где будут указаны какие-то цитаты. Но если в общем сказать смысл, то Маркс и Энгельс были страшными русофобами. Они считали, что в грядущей мировой войне главные оплоты контрреволюционности и реакционности, как они считали, русские, сербы, чехи и так далее, славяне должны быть уничтожены. А господствовать будет единый европейский союз, можно так сказать, во главе с германскими народами. Вот это что касается по Марксу и Энгельсу. Что касается Ленина, то Ленин на третьем съезде комсомола высказал такую идею, что мы должны уничтожить всякую нравственность, которая основана на вере во что-то сверхъестественное. И по сути он прямым текстом сказал, что он за уничтожение всей традиционной морали. Ну а по сути никакой другой морали на тот момент, кроме как основанной на вере во Всевышнего и связанной с этим традиционную культуру, не было. И естественно они это начали воплощать. Мы знаем, что были парады секс-меньшинств в Петрограде, которые провел Карр Радек. И Троцкий сообщил об этом Ленину, и он сказал, так держать, товарищи, молодцы. Вот что из себя представляла политика Ленина в плане культуры. И естественно он считал Россию тюрьмой народов. И всячески тоже у него допускал такие русофобские высказывания. Так, и теперь перейдем к очень спорной фигуре, наиболее спорной, в частности в Осетии, к Иосифу Виссарионовичу Джугашвили. Конечно, многие сразу припоминают его великие заслуги, так сказать. Но я могу лишь напомнить то, что он сказал об Осетинах в 1913 году. Он, по-моему, там после съезда в Лондоне, он заявил, что Осетина – это малокультурная нация, которая на юге ассимилируется грузинами, на севере русскими, и у которой, по сути-то, толком и нет своей культуры. Среди товарищей, ностальгирующих по советской власти и почитающих коммунистическую идеологию, очень модно и распространено говорить о том, что вот где внешние враги развалили наш Великий Советский Союз. Но даже достаточно поверхностный анализ того, кто действительно за этим стоял, покажет, что оказывается существовал научно-исследовательский институт системного анализа, который возглавлял Джермен Гвишиани, организованный, кстати, Андроповым. Этот Джермен Гвишиани был сыном, кстати, генерала Михаила Гвишиани, который осуществлял в Бериевско-Сталинском НКВД операцию Чечевица по выселению чеченцев и ингушей, по депортации их в Казахстан и Среднюю Азию. Так вот, этот самый институт системного анализа взрастил всех тех самых реформаторов, которых сторонники коммунизма и любители советской власти сейчас проклинают. То есть, это и Гайдар в первую очередь, вся его команда, они выходцы оттуда. Это и Березовский, и Кириенко, все они выходцы с этих кругов. То есть, у Кириенко отец вообще занимался коммунистической философией. Поэтому тот же самый Ельцин вообще возглавлял об ком. То есть, все это были глубоко партийные коммунистические лидеры. То есть, они не упали на нас с неба. При этом, как мы знаем, в 90-х годах это перекрашившаяся из коммунистического в демократическую власть, но по сути, которая сохранила свою коммунистическую суть в методике и в своем мышлении, она, по ее вине, были спровоцированы многие межнациональные конфликты на Кавказе. По вине конкретно ельциновской власти. Мы знаем о его роли в разжигании стилингушского конфликта, что именно при поддержке окружения Ельцина был принят так называемый закон репрессированных народов, в частности, его статья о территориальной реабилитации репрессированных народов, которая, как мы знаем, привела, вдохновила лидеров националистов Ингушетии совершить нападение на Северную Осетию. Мы знаем также, что Ельцин подписал договор в Казбеге о дружбе и сотрудничестве, назовем его так условно, с Гамсахурдией, в тот момент, когда грузинские националисты уничтожали Осетин на юге. И тогда я еще помню по книгам, что были демонстрации, митинги в Южной Осетии, где говорило, что Ельцин это предатель и иуда, продавший Осетин Гамсахурдией. Ну и если даже вспомнить 92-й год, да, как считается, благодаря России был заключен, благодаря Российской Федерации, догомысский мирный договор. Но на самом-то деле большую роль в заключении этого умиротворения Грузии сыграл тот же Олег Тезиев, тот же Хасбулатов или Конфедерация горских народов. Но Ельцин до последнего не хотел идти против Шевернадзе. И только когда он увидел, что эту инициативу давления на Грузию, чтобы она прекратила давить на Осетин, перехватывают другие, он тогда был вынужден пойти на это. А как говорил Ардзимба, что Ельцин поставлял оружие Шевернадзе во время Абхазской войны. И вот эти межнациональные конфликты, развязанная война в Чечне привела к такому явлению, как терроризм. Конечно, я не говорю, что полностью ответственность на ельциновской власти. Конечно, тут были иностранные наемники. Вообще, Чеченские войны тоже великая трагедия России. Но, к сожалению, этот терроризм вышел за пределы Чечни и коснулся Осетию. В частности, самая великая трагедия за всю осетинскую историю, это, естественно, Беслан. И по Беслану что можно сказать? Что понятно, что советская власть посодействовала тому, что в массе своей осетины забыли то, что было 100 лет назад. 100 лет, 150 лет назад. О тех восстаниях народных героев, в частности, как Хасбияликов, Бега Кочиев и многие, на самом деле, другие. Хотя мы называемся форпостом, но если так посмотреть, то Осетия очень жестко, порой осетинский народ, жестко отстаивал свое достоинство. Но если это понятно, почему забыли, все-таки прошло 100-150 лет. Но забыть Беслан, это значит полностью утратить всякое человеческое достоинство. Что значит помнить Беслан? Конечно, это вечная скорбь. Но если мы посмотрим на то, как подобные величайшие трагедии и поражения своего народа воспринимают, допустим, в Израиле тот же Холокост, или в Армении геноцид армянского народа, или даже наши соседи-адыги, они отдают дань памяти жертвам Кавказской войны, в частности, своим же адыгам, абхазам, которые совершили массовый исход. Есть дискуссия о том, что многие адыги считают это геноцидом, естественно. Так неужели мы менее ценно относимся к памяти своих людей, которые погибли? Почему мы не можем понять, что помимо скорби, мы должны осознавать, что это переломный момент в нашей новейшей истории? И мы должны понять, к чему привела эта трагедия душу нашего народа. С тех пор наш народ в глубокой депрессии и упадке жизненных сил. Конечно, помимо этого были и другие факторы. Но чтобы преодолеть эти последствия, мы должны добиться официального принятия, со временем должны добиться, естественно, всеобщей минуты памяти, когда не только в Беслане или не только в школах, а вся республика должна как один народ, как один человек замирать в этот момент и вспоминать то, что с нами произошло. Так происходит, допустим, в Израиле, так это происходит в других народах. И то, что произошло с Бесланом, точно так же по событиям на юге Осетии, с тем геноцидом, который грузинские националисты учинили в 2020 году. И точно так же мы должны отдавать дань памяти тем, кто погиб с 1991 по 1992 год. Что касается дела Батраза, Седомона, здесь, по-моему, это все очевидно, что коммунистическая партия, вместо того, чтобы отстаивать интересы рабочих и бедняков, она просто отстаивает интересы каких-то личных амбиций и манипулирует, на самом деле она манипулирует памятью кумиров, которые еще остались в старшем поколении и абсолютно несправедливо приравняла инициативу переименования улицы Ленина в улицу Каурбека-Тогузова, приравняла это к тем явлениям, которые были на Украине, где улицу Ленина переименовывали в честь фашистов. Это, ну, сравнить такие вещи, это как сравнить дань памяти героям с данью памяти врагам. Ну, это абсолютно некорректное сравнение. И что за этим стоит? После того, как Батраз Седомон поддержал эту инициативу и высказал свое мнение, в котором он объяснил, почему коммунистическая идеология является религиозной идеологией и сказал, что осетины не имеют право переименовать улицу Ленина, тогда как жители Ленинграда имели право переименовать его Санкт-Петербург. Вот опять так же задумайтесь, ну, что здесь было сказанного беззаконного? Никаких призывов, никакого унижения ни одной нации, никакого превосходства. Тут явно какие-то старые обиды коммунистов, как я это вижу, на Батраза, потому что он последовательный критик культа Сталина. И, как я считаю, это очень важно для Осетии, потому что вместо живой веры в Бога, который лишили большинство осетин коммунисты, нам насадили веру в Сталина и в коммунистическое наследие. И, к сожалению, большинство наших старших, если объективно говорить, они исповедуют, да, эту красную веру. И я, естественно, никаким образом не хочу задеть их нерелигиозные чувства, но все-таки объективно мы должны вернуться к той традиционной культуре, которую у нас насильственно забрали. И это в первую очередь сами должны представители пожилого поколения понимать, потому что это же ихние деды, это же ихние прадеды, когда они говорят о том, что вот, мол, не уважают старших. Ну как же, мы-то наоборот как раз хотим вернуться к тому, что сто лет назад, кто это были люди, у которых советская власть репрессировала, это же были еще более старшие, чем те, кто живет сейчас. Чем были вызваны беспорядки 20 апреля 2020 года? Во-первых, они были вызваны, как основной причине, кризисом, который разразился в результате карантинных мер, когда перестало функционировать очень много рабочих предприятий, и люди лишились работы, и, естественно, не было выплат компенсации, как это, допустим, было во многих странах. Тем более, что когда, собственно, этот митинг или, правильнее сказать, народный сход собрался, уже сам Вадим был арестован, и не было никакого руководства. То есть это некий эффект хаоса дало. Конечно, по итогу это привело к беспорядкам. Но давайте посудим справедливо. Если мы видим, что людей, убивших Цкаева, приговорили к меньшим срокам, чем приговорили Вадима, хотя прокуратура требовала больше, но суд дал меньшие сроки убийцам Цкаева. А по делу Чильдева ему назначили один срок с убийцей 10 лет. Разве это справедливо? А почему это стало сейчас возможным? Для меня лично очевидно одно, что когда 110 лет назад, условно говоря, еще когда жив был Коста, знаменитые в узких кругах события в Гизеле 1902 года, когда после этого 60 человек судили, где присутствовал Коста и огромное сборище осетинцев, как тогда писали, осетины проявили солидарность. Не было никаких беспорядков, не было никаких митингов. И сейчас я считаю, что это тоже абсолютно не нужно в нынешних условиях, в нынешней внешнеполитической повестке. Но проявлять элементарную солидарность с теми, кто пострадал в результате, по моему мнению, несправедливого решения суда, мы все те, кто считает себя патриотами, обязаны поддержать семью Вадима, поддержать экономически, финансово, или как это сказать, морально в первую очередь, естественно, его семью, его самого. И для этого не требуется нарушать какой-то закон и не требуется где-то рисковать, просто проявить свое неравнодушие. Вот это самое главное. и к сожалению, на этом я завершу, что почему мы не помогаем друг другу, почему утрачена вот эта культура, вот этот Ахдау, ЗИУ, почему у нас вообще само слово Ахдау все сводится только к застолью, ведь Ахдау это же глобальный термин, и один из его аспектов это ЗИУ, взаимопомощь. Всегда раньше те, кто более сильные, помогали более слабым в своей общине. Вот как раз с помощью ЗИУ и на Нехасе разбирались реальные насущные дела. То есть это не была просто болтология людей, которые абсолютно чужды народу и которые никогда ничего не говорят по насущным делам. Нехас это было реально народное собрание. И вот для того, чтобы в будущем, я не говорю сейчас, в будущем создать движение народное, общественное, подобно Адамон Нехасу, которое будет стаивать интересы осетинского народа, народа Осетии, для этого уже сейчас людям нужно просто тем, кто радеет о национальном возрождении, просто элементарно находить друг друга, общаться вне какого-то беззаконного формата. Абсолютно на легальных основаниях можно проводить встречи, лекции, просто общение элементарно. Все это на самом деле сделать несложно. На этом все, все, что у меня на душе было, я в принципе выразил и надеюсь, что то, что у нас в свое время забрала советская власть, наша традиционная культура, именно в ее исконном состоянии будет нами возвращена вера во Всевышнего вместо веры в ложных кумиров. На этом желаю всем салхожаха ват и руанадам за обход.